Час Делягина. На радио Комсомольская правда. Самое лучшее проявление патриотизма – не воровать, заявил президент России Владимир Путин, проводя итоговое совещание с представителями федерального собрания. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. – Добрый вечер. Очень интересно. Хотелось бы персонально, пофамильно ознакомиться со списком людей, к которым он обратился с этим замечанием. – Ну, списки не прилагаются, прямо скажем, к этой новости. Не прилагаются. Михаил Геннадьевич, не прошло и нескольких часов с момента нашей последней встречи в прошлый понедельник, как Центробанк России… – Да, без объявления войны. – Да, что самое интересное и печальное – сдвинул вверх ключевую ставку аж на 6% пунктов, и тут понеслось. И за неделю стоп всего произошло, Михаил Геннадьевич, что нам с вами 2 часа сидеть. – Ну, для начала есть хорошая новость, точнее вот сразу, что сегодня доллар потерял 4 рубля, евро потерял 5.30, и сейчас за доллар в обменке дают 54 рубля в среднем по Москве, то есть как и неделю назад. – Ну, как будто и не было этой недели. Вот вновь повторяем эфир в прошлый понедельник. – Ну, это случилось, потому что очень много всего, и валютный-то рынок припал обратно, причем именно сегодня припал обратно. Но банки сидят без денег, межбанковский кредит прекращен, кредитование экономики прекратилось, потому что под Набиуллинские 17% может брать кредит только торговля, во-первых, а те самые валютные спекулянты, которых всех так якобы дружно не любят, во-вторых, а в-третьих, дома терпимости, и в-четвертых, наркоторговцы. Наверное, кого-нибудь упустил, но явно не из легальных видов бизнеса. Так что вот кого реально стимулирует, на мой взгляд, госпожа Набиуллин сегодня. – Михаил Иванович, давайте по порядку. Как Вы оцениваете решение АЦБ повысить ключевую ставку на 6,5 сразу до 17 с целью удержать падение рубля? – Как способ уничтожения российской экономики в целях организации Майдана и совершения государственного переворота, хотя это моя личная оценка, и это мнение, и не более того. Это гипотеза. – Представить себе, что госпожа Набиуллина не знает всю богатейшую палитру методов валютного регулирования, которая есть, кроме простой процентной ставки. – Что она не знает, что можно запретить покупать валюту иначе, кроме как под контракт. – Чрезвычайная мера, 1998 год. – Представить себе, что она не знает, что можно ввести свободную, вернее, обязательную продажу экспортной выручки. – Представить себе, что она не знает, что можно ограничить движение спекулятивных капиталов. Я напомню, Великобритания, несколько лет назад, когда в Европе возникла угроза кризиса евро, там они думали банкротить Телегрецию, евро заколебалось в связи с этим, и англичане сказали, фунт стерлингов, безупречная рыночная валюта, свободная конвертирование, все что угодно. – То есть они сказали, ребята, если у вас будет продолжаться бардак, мы в случае чего оставляем за собой право ограничить движение спекулятивных капиталов, не только выход из страны, но и вход в страну, если приспичен. В 1997-1998 годах это тоже применялось. Это самые примитивные методы, есть более сложные методы, которые, ну если Набиуллин, она, конечно, назначена руководителем Банка России, она никогда никакого отношения к банкам не имела, она этого может и не знать, более сложных методов. Но у нее там есть, допустим, что она год не училась, просто сидела. Но у нее есть специалисты, которые должны это знать в детали. Дальше. Полный криминал. Хорошо, ночью голова работает плохо, приняли решение, не будем материться в прямом эфире, дады и записи тоже не будем. Хорошо, угробили российскую экономику. Имели пример. В начале марта повысили на полтора процента пункта ставку. Для начала марта это было, ну, чудовищно. На следующий день получили всеобщую панику. 4 марта пришлось влить на рынок 11 миллиардов долларов, чтобы успокоить его, чтобы эту панику прибить. Резкого увеличения объема торгов в черный вторник не было. Было примерно как в понедельник, как и в прошлые дни. То есть паника была, но она была психологическая, она была, так сказать, не привела к увеличению объема торгов. Значит, увеличение объема валютной интервенции по сравнению с понедельником позволило бы стабилизировать ситуацию, сбить и, может быть, даже развернуть рынок. Сделать так, чтобы спекулянты стали играть за рубль, а не против него, как это удалось в марте месяце. Госпожа Набилуна не увеличила интервенции, она их еще и сократила. Меньше двух миллиардов было потрачено. А что, черный вторник, соответственно, мы увидели катастрофу. Реально. Во что это обернулось для людей, особенно людей, которые не очень понимают, как работают банковские механизмы, безумное количество людей, например, попало, знаете как? Когда у вас карточка рублевая, но с возможностью осуществлять операцию, конвертации. Вы покупаете сегодня по сегодняшнему курсу валютку за свои карточки, а операция окончательно оформляется в течение двух-трех банковских дней. Вот есть люди, я просто читаю в соцсетях, которые через систему онлайн Сбербанк так попали на 30 тысяч рублей. Ну, по крайней мере, по сообщениям в социальных сетях. При этом, естественно, когда возникает паника, то начинает плохо работать все, потому что у всех трясутся руки. Это продолжается до сих пор. Так что валютный рынок, да, немножечко стабилизнули. Немножечко, самую малость. Потому что, вообще-то говоря, с точки зрения той девальвации, которую экономика способна воспринять как позитивный сигнал, то 40 рублей за доллар к 30 декабря, а все, что сверх этого, все от лукавого, ну или от лукавых, учитывая, кто руководит Банком России. А что касается рынка, денежного рынка, то это катастрофа. Ну, кто будет кредитовать экономику под 17%? Сбербанк там под 26 или 28% трехмесячные депозиты рублевые предлагал своим постоянным клиентам. Сбербанк, который по теории должен захлебываться от рублей, куда люди бегут с рублями в каждый кризис. Сейчас мы видим в сообщении, что там проблемы с валютой у людей. Они могут снять валюту со счетов. И называются конкретные банки, не только траст. Банк, который, так сказать, у которого, как я понимаю, называется лицензия, 30 миллиардов рублей ему вроде бы уже собираются давать и так далее, и так далее. У нас перед началом этого кризиса фонд страхования вкладов сократился практически втрое по своему объему. Что там сейчас происходит? Его нужно срочно туда направлять деньги дополнительные. Ну, обо всем поподробнее поговорим. И о тресте, и о заявлении Пекина. Протянуть руку помощи Москве и нашему рублю, если он начнет тонуть. В общем, обо всем по порядку, но сначала... Если он в руку уплыл. ...эклама выпуска новостей. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Час Делягина на радио Комсомольская правда. Темы, о которых говорят. Не банальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу. После шести вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда. Час Делягина. На радио Комсомольская правда. 17.17.17. В российской столице Комсомольская правда. Прямое эфир. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Михаил Геннадьевич, итак, после того, как принял ЦБ это решение, и рубль вместо того, чтобы немножко ограничиться в аппетитах. Совсем как-то ужал себя и упал. Евро за сто переваливал, а доллар за семьдесят. В общем, народ забеспокоился. И побежал покупать все. Ну, вы знаете, вот насчет того, что скоро мы все умрем. Да, вот давайте. Я могу сравнивать с прошлыми кризис. У меня память хорошая. Объятые паникой люди бросились покупать ни гречку, ни перловку, ни соль, ни спички, ни хозяйственное мыло. Правда, многие уже не знают, что это такое. Люди бросились покупать компьютеры, домашнюю технику, мебель в Икее очередь не на продажу в кассе, а на оформление доставки. Стояло, как мне знакомые рассказывают, на три с половиной часа в Икее. Про автомобили я вообще молчу. Но автомобили здесь есть конкуренты. Белорусы и казахстанцы приехали и скупили очень много. В основном, конечно, не в Москве, но в других местах. Даже я сам. Вот сегодня объявили о вечерином подорожании продукции компании Apple. Я первый раз в жизни купил продукцию компании Apple. Одну еще по старым ценам, а другую по перводекабрьским плюс 10%. Но она необходима для работы, действительно, настоящему. Но что самое главное? Паника паникой, эмоции эмоциями. До сих пор есть товары, которые еще не подорожали. Не вся бытовая техника подорожала, не все компьютеры. Так что, если у кого-то еще кто-то не успел, но грызет сейчас все локти, что он опоздал, не надо их грызть. Есть еще и поискать. Много чего найдется среди товарных остатков. Но самое главное соблюдать правила. Мы все знаем, что положено делать. Простейшая вещь. Заплатил за телефон, ковиточек нужно взять с собой и носить в банкомате. И носить, пока деньги не придут на телефон. Логично. Простая вещь. Я несколько раз клал, ошибался в цифре, клал деньги на телефон другим людям, потом мне все это возвращалось, потому что я сохранял чек. Сейчас у всех дрожат руки. Система, которые работали плохо в мирное время, сейчас работают еще хуже. Вот история на днях. Мой одноклассник. Вот как бы вот... Фактически как на духу, да, из первого хруста. Как на духу. У человека завелись деньги 105 тысяч рублей. Так. У него есть рублевая карточка Сбербанка. Он панику не устраивал, валюту не скупал. Молодец. И нигде-нибудь в тайге, да, не на лесной полянке, в центре Москвы, на Сухаревской, заходит в отделение Сбербанка. Так что номер записал, 9038 дробь 08. И через терминал платежный кладет эти деньги себе на карточку. И как человек, привыкший работать с безотказной техникой, выкидывает квиточку. А дальше все очень просто. А дальше деньги не доходят до карточки. А квиточка нет. А квиточка нет. И в банке заявили. А в банке сказали, что вы пишите... Ну, полтора часа продержали в каком-то занюханном углу. Мне за Сбербанком везет. Но я знаю, что мне именно везет. Потому что рассказы про то, как эти терминалы зажевывают тысячу, две тысячи, когда же по интернет-банкингу там что-то куда-то подвисает. Это я слышу давно. Они даже IT-директора уволили где-то, наверное, с год назад своего. Но как-то вот информационный фонд сохраняется на эту тему. Естественно, у вас доказательства есть, доказательств нет. Если терминал, какой-то первичный сигнал дал, что в него были засунуты деньги, а это же терминал Сбербанка, то есть, понятно, что еще не все купюры с первого раза проглотил. Он часть выплевывал, в него, значит, их засовывали дальше и так далее. Вот, пожалуйста, от пяти до тридцати дней все, значит, согласно протоколу, все как положено. Все как положено. Вот человек крошечную, папиросную почти бумажку выбросил. Ну, я честно скажу, я никогда не пользуюсь интернет-банкингом. Да? Я не... Вот... Вот... Когда приходится заходить в Сбербанк, у меня была сберкнижка, я ее потерял две недели назад, по-честному. У меня остался номер счета и по счету они обслуживают. Вот все, что касается техники, которая отказывает, я прекрасно помню, как я, значит, попытался карточки у них получить. Мне дали карточку, сказали, вот, пожалуйста, она активирована, вот, проверьте в банкомате, который стоит рядом. Я проверил в банкомате, который стоит рядом, она не работала. Когда я пытался позвать на помощь и попросить помощи, выяснилось, что помочь мне некому в этом отделении, тоже центр Москвы, тоже не Тайга. Вот так что есть система, которая работает плохо и в мирное время. Связываться с ними во время кризиса не нужно. Но если уж связываетесь, то, пожалуйста, вот есть процедура, да, вы обязаны хранить бумажки. Вот храните, они вас выручат. Хорошо, Михаил Иванович, сейчас потихоньку ажиотаж с покупками всего, что плохо лежит и еще не подрожали. Что хорошо лежит, что хорошо лежит. Хорошо стоит, будем так говорить. Он потихонечку спадает. То есть, правильно я понимаю, что сейчас коротко, вы считаете, что это была неверная стратегия, вкладывать деньги в товары длительного пользования? Или как? Вы знаете, если вы думали, значит так, вот если я этот товар обязательно должен буду купить в течение следующего года, позиция правильная. Более того, лекарства подорожали очень сильно во многих местах. Но если вам нужны или вашим близким лекарства редкие, то лучше купите сейчас, с учетом, разумеется, срока годности. Потому что ассортимент будет портиться. Неважно, что будет с рублем, экономическая конъюнктура Набиулиной уже подрезана под самый-под самый корень, соответственно, ассортимент будет сокращаться. Редкие вещи найти будет сложно. Вот если вы фанаты каких-нибудь электронных гаджетов, вот какой-нибудь супер-супер-супер навороченный, которые бывают там крайне редко, и вы не можете без него жить, тоже, пожалуйста, купите заранее, не откладывайте на период через 5 месяцев, потому что через 5 месяцев может быть, его придется покупать где-нибудь с дьюти-фринер русифицированный. Хорошо, а если это вот покупка, как попытка сохранить деньги, ну, растет же в доллар и евро, будет стоить в долларах и евро дешевле моя покупка, но в рублях-то дороже. Как известная шутка, что я от этого айфона греться буду ночью. Если вы купили ненужную вам бытовую технику, что вы с ней будете делать? Продавать. БУ поддержанную, даже и в упаковке. Да. Ну, то есть не работает, это ошибочная стратегия. Это не ошибочная стратегия, это Мерседес сегодня подорожал на 40%. Да, почему официальная земля не было, да. Если вы купили новенький Мерседес по старой цене, ну, плюс 25, вы выиграете на этом. Хороший, нормальный бизнес. Вот. Но если вы хотите, так сказать, заниматься своим делом, а не малым предпринимательством или индивидуальным бизнесом, да, то это довольно странно. Но, понимаете, вот бывает так, вот у меня, вот моя конкретная история, я собирался купить себе МАК-компьютер. Я его собирался и собирался и собирался, года три собирался. Мне все рассказывали, какая шикарная эта техника, или, ну, вот мои дарования и все еще, так сказать, пашут иногда, если по ним кулаком ударить сильно. Я понимаю, в связи с кризисом, что в ближайший год мне все равно нужно будет покупать компьютер, потому что дрова приходят к нулю. Я купил. Эта позиция нормальная. А если впрок запасать, ну, в 98-м году, после дефолта, после тогдашней девальвации, я купил коробку, в том числе, импортного сапожного крема, который пользовался с наслаждением до следующего кризиса. Десять лет, да? Десять лет. Не ах, как разумный. Почувствовал себя котом Матроскиным с дядей на гуталинной фабрике. Михаил Геннадьевич, тогда вот вопрос. Сейчас, после того, как ажиотаж подутих, подупал по покупке всего, что плохо или, наоборот, хорошо лежит, эксперты начинают в один голос говорить. Ребята, сейчас наступает благодатное время для тех, кто не поддался панике, у кого остались деньги, потому что банки, хочешь, не хочешь, воленс, ноленс, придется, будут увеличивать процент по вкладам. И вот этим-то и надо воспользоваться. Естественно, делая поправку на серьезность, на размеры, в общем, на качество этого банка. Я повторюсь. Альфа-банку. Альфа-банку. Сегодня прошли информации, что народ жалуется, что в том числе в его отделениях где-то как-то не дают валюту по расторжению депозитов. Обещают когда-нибудь. Но, в принципе, если я миллион долларов прихожу снимать без наличных, меня, естественно, должны послать по закону, по правилам. Потому что выше определенной суммы это нужно специально завозить эту сумму денег инкассаторам в эту кассу и без заказа их не выдают. Это нормально. Но все равно морозится, по коже проходит. Так что, с моей точки зрения, конечно, могу ошибаться, но госбанки. Госбанки и не по 700 тысяч рублей валютному эквиваленту, а по 500 тысяч. Потому что качнуться может в любую сторону. Так у нас же до полутора тысяч, до миллиона четырехсот тысяч подняли этот размер. Где подняли? Ага. Это разговоры. После новостей поговорим, Михаил Георгиевич. После новостей. Час Делягина. На радио Комсомольская правда. Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции Комсомольская правда я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России. Веду передачу Народный адвокат и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов. Час Делягина. На радио Комсомольская правда. 17.32 в российской столице Комсомольская правда. Прямой эфир. Доктор экономических наук Михаил Делягин на студии. Говорим о событиях прошлой недели. Весьма бурный прошлой недели с экономической точки зрения. Да, коллеги, и самое главное, вот когда что-то, кто-то вам сказал, обязательно проверяйте информацию. Вот лезьте в Яндекс, лезьте в Гугл, пока вы в трех местах, в четырех одинаковую информацию не найдете, не верьте. Когда вот была информационная атака, что сейчас виза заморозится с завтрашнего дня, и народ побежал в Сбербанк, забирает деньги, это информационная война против нас. Это не какая-то там паника, не какие-нибудь бабушки, это вот информационная война, как против Ирана, как против Сирии, как против многих других стран. Это информационная война, как во время войны. Вот это работает. Люди действительно поддаются. С другой стороны, не нужно верить хорошим новостям, пока не убедитесь. Вот вы сказали, что Дума в трех чтениях приняла до миллиона четырехсот тысяч рублей гарантии. Значит, коллеги, вот когда мы увидим подпись президента под этим законом, может, она уже поставлена, мы просто не знаем, но вот когда увидим, вот тогда это будет миллион четыреста. А пока подписи нет, да пусть Дума хоть обпринимается. Закон еще не принят, значит, еще семьсот. Давайте исходить из реальности, а не из того, что завтра все будет хорошо. Когда завтра будет хорошо, тогда и будет. А пока нам дают обещание, это обещание, цена которой нам всем хорошо известно. 103 рубля за евро, если я правильно помню. Вот цена обещания. Всех. Про стабильность, про надежность, про экономический рост, про низкую инфляцию и так далее. Новость, Михаил Геннадьевич, вот нескольких минут последних. Кто подписал? Нет, еще Совет Федерации не принял. Банки смогут реструктурировать валютную ипотеку с льготным режимом формирования резервов. Это право банки получили в рамках документа, который был принят Центробанком, кажется, еще на прошлой неделе. Зампред ЦБ Василий Поздышев пояснил, банки теперь могут не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным судам с 1 декабря. Знаете, вот это, конечно, хорошо, что они могут, но я бы предпочел, чтобы там было написано обязан. Потому что могут, это значит, что если в банке вменяемый менеджер, он реструктурирует, а за соседним стульком сидит менеджер невменяемый, и он еще может и ужесточить. И вот кому вы попадете, так с вами и будет, даже в одном и том же банке. Мне надеюсь, конечно, что большинство банков у нас вменяемые, большинство менеджеров у нас тоже вменяемые, но вот не по ипотечным валютным кредитам, их у нас состранят от 80 до 150 тысяч, которые нуждаются в реструктуризации. Сейчас рубль укрепился, значит, их стало меньше, слава тебе Господи. А сейчас уже начались задержки с выплатами зарплат, просто я знаю, конкретные предприятия, конкретные структуры, не промышленности, не нефтяной промышленности, даже не в сельском хозяйстве, в сервисной сфере. А я думаю, что после Нового года начнется сокращение. Не такие овальные, как во всем году, потому что все научены опытом, что вы увольняете незаменимых сотрудников, потом не можете их найти. Но эти сокращения будут, никуда мы не денемся, при 17% ставке и при прекращении межбанковского кредита. А в обычных договорах кредитования, ну, во многих, не во всех, но во многих, там есть такой специальный пунктик о том, что потеря человеком работы везет не к реструктуризации, не является поводом для реструктуризации кредита, не является поводом для обращения с просьбой о снижении процента и так далее, а является причиной для автоматического повышения процентной ставки по кредиту типа риски у банка выросли. Отдавайте все. С валютной ипотекой это, конечно, катастрофа по-настоящему, потому что в многих случаях кредит оказался сильно дороже квартиры, невыплаченная часть кредита оказалась дороже квартиры, и срок, говоря, выплачивать ее в валюте просто не исчез смысл на какое-то время. Но и в целом с заемщиками катастроф у нас же огромная часть кредито-зависимых людей, которые по пять кредитов больше, которые, мы обсуждали это с вами много раз, которые берут кредит, чтобы расплатиться со старыми, не чтобы там утюг купить. Вот. И этим-то людям просто нечем платить, потому что от таких избавляются в первую очередь, на самом деле. Они редко бывают совсем уж добросовестными работниками. Вот. Так что, действительно, холодное дыхание экономического кризиса, причем не такого, как в восьмом году, когда ударило и отпустило, не такого, как в четвертом году, когда два с половиной месяца колбасило, извините за мой французский, банковскую систему, но кроме банковской системы почти никто это не заметил. А настоящие, полномасштабные, там, 98-го, или 91-го, или 17-го, это уж будем обсуждать. То есть, получается, прав Алексей Леонидович Кудрин, который сегодня заявил, что в 15-м году наша страна войдет в полноценный экономический кризис и падение ВВП ожидается даже в случае роста цен на нефть до 80 долларов за баррель, а сейчас 60, напомню. Ну, вы знаете, даже неподвижные часы дважды в сутки показывают правильное время. Даже Алексей Леонидович Кудрин довольно часто говорит правильные вещи. Только две поправочки. Поправочка первая, что вообще-то мы не войдем в 2015-м году в кризис. Мы в этот кризис уже вошли в 2014-м году. Причем не в черный вторник 16-го декабря, не в ночь с 15-го на 16-го, а мы вошли в первую неделю ноября, когда Банк России грохнула рубль первый раз. В настоящем. И, так сказать, ну, если не автором, то идейным вдохновителем этой катастрофы был не какой-нибудь там Дон Рэба или Обама или даже Порошенко. А был господин Кудрин, который очень старательно рассказывал бредовые, с моей точки зрения, сказки о том, что если рубль отпустить в свободное плавание и не вмешиваться в свободную игру рыночных сил, то вот это вот и будет инструментом его укрепления. Ну, вот инструмент укрепления в два раза мы увидели. лето, в черный вторник. Что бывает, если отдавать рубль на свободную игру рыночных сил, то есть на производство спекулянтов валютных, и как эти рыночные силы действуют. Так что, господин Кудрин может сейчас гордиться, он добился, с моей точки зрения, своего. И то, что он до сих пор считается в нашей стране уважаемым экспертом, уважаемым экономистом, очень сильно говорит о суицидальных устремлениях как нашей страны, так и российской элиты. Николай Иванович, давайте вот по прогнозу Кудрин быстренько пробежимся. Значит, экономический спад в следующем году неизбежен при любых ценах на нефть. Вот будет 120 долларов за баррель, зашибись. Но поймите, что госпожа Небиулина процентную ставку просто так не снизит. А если даже она ее и снизит, то банки, которые в полном ступоре и в полной панике, они процентную ставку по кредитам не снизят. Они в панике. Уничтожено доверие. Госпожа Небиулина с господином Кудриным снайперским поцелуем в лоб убили какое бы то ни было доверие к себе. Пока эти люди не названы тем, что они есть на самом деле, пока с ними носятся, как с писанными торбами, до того времени доверять экономической политике российского государства и социальной политики невозможно. Потому что люди уничтожают экономику и после этого их носят на руках и рассказывают, какие они милые и хорошие. Хорошо. Тогда давайте о банке Траст поговорим. Новость сегодняшнего дня. Центробанк объявил о грядущей санации банка Траст. Руководство отстранено, акционеры отстранены от управления. АСВ будет с сегодняшнего дня руководить всеми процессами, которые происходят в банке Траст. 30 миллиардов на докапитализацию, не докапитализацию, простите, а на поддержание ликвидности банк Траст выделено. И, в общем, вроде пока об отзыве лицензии речи не идет, но, говорят, очереди в отделение банка с дискоматом выстраиваются. Представьте себе, что вот про ваш банк сказали такое. Я думаю, что любой нормальный человек бросится снимать деньги сразу. И в этой ситуации я как-то не уверен, что 30 миллиардов хватит. Вот, потому что, ну, паника есть паника. И или ограничивать, вводить дневной лимит, я надеюсь, что он введен, и потихонечку эту панику гасить. И, кстати говоря, разрешили крупным банкам вводить повышенную процентную ставку по депозиту, чтобы привлекать вклады людей. Раньше она на 2 процентных пункта могла бы только превышать среднюю по рынку, чтобы, так сказать, не злоупотреблять масштабом. Сейчас на 3,5 процентных пункта разрешили. Я думаю, надеюсь, что и дальше повысят. Но паника есть паника. То есть, единственное, что приятно, что мы впервые увидели превентивные действия Банка России. Никогда уже все умерло, и вот он приходит, как в Мастер-банк, например, и в некоторые другие структуры. А действия превентивные. Посмотрим, что из этого получится. Но вот по этому эпизоду предъявить претензии к Банку России я не могу. Жираф большой, ему видней, кроме шуток. Так, другие серьезные и шутливые вещи через несколько минут Да уж тут шутливые, конечно. Ну, мы спешим посмеяться над тем, иначе пришлось бы заплакать всей стране. Короткая реклама, выпуск новостей. Продолжим разговор с доктором экономических наук Михаилом Делягином в прямом эфире «Комсомольская правда». Не уходите далеко, друзья, впереди много интересного. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. На радио «Комсомольская правда». Час Делягина на радио «Комсомольская правда». 17.47 российской столетии вы слушаете радио «Комсомольская правда». Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Михаил Геннадьевич, на фоне всего, что происходит с российской экономикой, на фоне заявления Барака Обамы, который сказал, отвечая на вопрос о том, что Путин его переиграл, сказал, вот смотрите, да, у России экономический кризис, рубль падает, где ж тут переиграл. Выходит официальный представитель Китая, Ван И, министр иностранных дел поднебесный, говорит, что в случае необходимости китайский товарищ протянет руку российскому товарищу, руку помощи, даже обещал многомиллиардный своп в юанях. Вот, расскажи, что такое своп в юанях. Ну, это обмен рублей на юанях, это соглашение было подписано в октябре, часть мы осуществили обмена уже, и, поскольку рубль после этого рухнул вдвое, но сейчас, правда, отрос, то был момент, когда китайцы понесли довольно большие потери, и их газета финансы по этому поводу выла очень сильно. Но сейчас рубль укрепился, поэтому их потери резко снизились и находятся, в общем-то, в пределах нормальных. Вот, и это заявление, ну, с одной стороны, это неблаготворительность, потому что в рамках соглашения обмен по рыночному курсу, то есть это не подарок, а с другой стороны, есть стратегия, и Китай прекрасно понимает, что на Россию обрушились не за Крым, на Россию обрушились в силу большой политики, в том числе потому, что Россия является партнером Китая. Есть очень интересная ситуация, и Украина была разожжена американцами, в том числе потому, что Евросоюз сам по себе не может быть участником глобальной конкуренции, он может быть участником глобальной конкуренции полноценным только в партнерстве с Россией, и украинская катастрофа была организована американцами в том числе для того, чтобы не допустить этого союза. Получилось, теперь Евросоюз это задворки Оклахомы, грубо говоря, навсегда в политическом плане, но тем самым Россия отброшена в объятия Китаю, и теперь мы становимся близким партнером Китая, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, просто из инстинкта самосохранения, и у нас, и мы тем самым резко повышаем конкурентоспособность Китая в его противостоянии Америке, объективно. Американцы, естественно, этим страшно озабочены, они начинают разбираться с последствиями своего триумфа, и мы видим, что господин Лукашенко уже, так сказать, идет путем, начинает идти путем Януковича, и путем прочих, он там уже с Порошенко не поддерживает нормальные отношения, связанные с приграничным сотрудничеством. Да, потому что ему нужно поддерживать хорошее отношение, чтобы правый сектор завтра не штурмовал его администрацию в Минске. Это понятно. Но это уже сильно выходит за эти рамки, так сказать, оскорбляет Российскую Федерацию, открытую, публично. И понятно, что те 2,5 миллиарда долларов, которые мы, так сказать, которым мы помогаем в год, он с большим удовольствием возьмет у немцев, американцев и так далее. И в этой ситуации, когда уже и Назарбаев, так сказать, начинает расширять свой круг сотрудничества и так далее, и уже казахстанский уголь собирается поставлять в обход российской территории на Украину. Ну, Казахстан великая морская держава, никто не спорит с этим. Вот. Можно в обход России поставить, да, в принципе, учитывая качество наших управленцев и качество нашей пятой колонны, можно и через Россию поставить никаких проблем. Вот. И здесь самое время помочь Российской Федерации и показать, что если господин Лукашенко хочет поссориться, то это проблема господина Лукашенко. И никого больше. Еще одно заявление. Касается оно нефти. Мы, по-моему, неделю назад с вами обсуждали заявление представителя Минэнерго одной А, Объединенных Арабских Эмиратов, которая сказала, что даже при 40 долларах за баррель, в общем, не будет снижаться добыча нефти. Вот что сказал сегодня министр нефти Саудовской Аравии. Зовут его Али Аль-Найми. Вот интересно, кто его нанял. Глава Министерства нефти Саудовской Аравии Али Аль-Найми заявил, что Королевство сохранит объем добычи на текущем уровне. Если только не появятся новые клиенты, тогда мы ее нарастим вообще. Ну, ОПЕК не управляем. Она всегда была низкой, ОПЕК всегда была низкодисциплинированной организацией, но сейчас в силу особой позиции Катара и большого влияния американцев они практически стали неуправляемы. Саудовская Аравия не может обеспечить снижение цен на нефть при помощи сокращения добычи, потому что, не потому что сланцевая нефть, а потому что другие же члены ОПЕК нарастят добычу. Им это неинтересно. Они могут только поддерживать какой-то курс. это заявление не имеет смысл, что уважаемые ливийцы сократили поставку, потому что у них демократия разгулялась до такой степени, что поставила под угрозу даже нефтеналивные терминалы, впервые, по-моему, в истории. Ну и сокращение добычи, с другой стороны может быть действительно появится какой-то дополнительный спрос где-то, как-то, но это отражает тот факт, что ОПЕК по сути дела перестал существовать. Вот интересно, если не сказать забавное, но тем не менее внимание нужно этому уделить, я думаю. Одним из путей защиты российской экономики должна стать новая православная финансовая система. Михаил Геннадьевич, который уже готов создать группу финансистов, заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве ТАСС председатель отдела Московского Патриархата по взаимодействию церкви и общества протеерей Всеволод Чаплин. Необходимо в мире наращивать роль механизмов не основанных на ростовщичестве. Ростовщичестве заявил он иначе наступит неизбежный конец финансового пузыря, работающего по принципу деньги делают деньги. В общем, проект предполагает выделение денег не под процент, а под прибыли будущего предприятия, а еще православная финансовая система подразумевает отказ от участия в денежных потоках, от производства табачной и алкогольной продукции, горного бизнеса, использования труда негальных миградов и других вещей неодобряемых христианскими. Почему это православный банкинг, когда вообще-то это банкинг исламский? Это правило изложено исламского банкинга. Он существует много времени, много лет. Это вместо кредита участие в прибыли. Вот. Это особый способ ведения бизнеса. Он действительно менее спекулятивен и поэтому, кстати говоря, менее эффективен, потому что спекуляции все-таки повышают эффективность. Но все, что я могу сказать по этому поводу. Вот очень многие у нас, так сказать, воинствующие православные деятели, я уж не знаю, как они там верят, не верят, это не мое дело, но они ведут себя так, что так и хочется им сказать, дорогие друзья, вы с Данем не ошиблись, мечеть-то через дорогу. Последний, наверное, сегодня вопрос, Михаил Игнатьевич. Сейчас все ждут Б от Центробанка. Что такое Б от Центробанка? Я сейчас объясню. А от Центробанка это увеличение, так сказать, ключевой ставки. Все говорят, каким будет Б от Центробанка, потому что, действительно, ставка на уровне 17% убивает финансовую систему. Каким будет это Б, как думаете? Проблема в том, что не только 17% убивает. Вот если они сейчас снизят условно до 7%, стоимость кредитов снизится незначительно. И масштабы кредитования вырастут незначительно, потому что доверие уже разрушено. Это, знаете, как вот в семье передрались, друг друга избили, пошли развелись из-за какой-то ерунды. ой, да, ерунда, так это действительно ерунда. Да, можно отменить причину, но следствия останутся. Поэтому, какое бы ни было Б, знаете, контрольный поцелуй в лоб уже произведен. И мы живем в условиях, уже сейчас, в условиях жуткого экономического кризиса, и нужно коренным образом перестраивать всю социально-экономическую политику, я уж не говорю про госуправление, в режим этого кризиса. Причем, более того, в режим, по сути дела, пусть и холодной войны, но все равно в режим военного времени. Потому что те, кто думает, что госпожа Набиурна действует сама по себе, что этот бред никак не связан с холодной войной, которую против нас ведут, тому предстоит удивляться и изумляться на каждом шагу и по каждому поводу, потому что такой человек неадекватен. Вот, пожалуйста, сегодня Роснефть объявила о срыве сделки, о покупке нефтетрейдера Морган Стэнли. Ну, грубо говоря, большая сеть по торговле, мировой торговле нефти, по выработке цены на нефть, огромная, иностранная инвестиция, очень выгодная для наших партнеров, нам запретили его покупать, просто потому, что мы русские. К вопросу об иностранных инвестициях, которые должны быть открыты, прозрачные и так далее. Михаил Геннадьевич, через неделю давайте итоги года подведем. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова